Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». 101FM. Особо не вдаваясь в подробности, генерал пообещал, что в ближайшее время порадует общественность новыми коррупционными разблочениями. Пока же он напомнил про проверки на биохимзаводе, по словам Солодовникова, в течение своего существования биохимзавод несколько раз менял юридическое название. Днем ранее генерал заявил, что именно таким образом происходит сокрытие налогов. Преприятия перерегистрируются, меняя юридическое название, банкротят предыдущие юрлицы и начинают, цитирую, грабить Кировскую область в новом качестве. Генеральному директору предприятия Дмитрию Пантелееву предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму 66 миллионов рублей. Программа «Экономика». Кировские промышленники выступают против увеличения цен на теплоэнергию. РСТ утвердила тариф на следующий год с максимально допустимым ростом 18,5%. Подобное увеличение ставит крест как на модернизации производства, так и на росте зарплат, считают представители промышленных предприятий области. Соответствующее письмо с просьбой вмешаться в ситуацию Совет хозяйственных руководителей направил губернатору Никите Белых. Промышленники уверены, что рост тарифа на тепловую энергию не предиктован ни ростом цен на топливную составляющую, ни инфляции. При этом рост платежей населения за тепло может превысить 15% и потребует дополнительных средств из бюджета, предупреждают бизнесмены. Впрочем, надежды на то, что письмо как-либо повлияет на ситуацию, у них мало. Программа «Экономика». В следующем году Киров и Перми свяжут прямые авиарейсы. Они соединят в Перми 10 городов Приволжского федерального округа. Дело в том, что в ПФО реализуют пилотный проект межрегиональных авиаперевозок. Всего планируется организовать 33 рейса. В федеральном бюджете на эти цели заложено 300 миллионов рублей. Программа предусматривает дотацию специального тарифа для студентов до 23 лет и пенсионеров. Все остальные возрастные категории будут летать по полному тарифу. По словам министра, перевозчика выберет Росавиация. Между тем, в Кировском аэропорту Победилово сомневается, что рейсы в Перми будут пользоваться спросом. Программа «Экономика». Яранские предприятия «Банкрот» одлажены своим работникам почти 6 миллионов рублей. Об этом стало известно в ходе очередного рабочего совещания по социально-экономической ситуации в районе. Так, долг по зарплате на Яранском. Комбинате молочных продуктов, по данным на 1 ноября, составило около 3 миллионов рублей. Предприятие не расплатилось со 120 работниками. Задолженность по зарплате на Яранском спиртзаводе превысила 3 миллиона рублей. И к другим новостям. Проект строительства завода по производству твердых сыров в поселке Стрижи получит господдержку. Об этом сообщает «Интерфакс» Поволжья со ссылкой на главу департамента сельского хозяйства и продовольствия региона Алексея Котличкова. На заводе «Молот» сокращают 78 сотрудников. Уведомления работникам уже разосланы. Кировская область вышла на первое место в России по числу выявленных незаконных рубок. И напоследок несколько цифр. Почти 80 миллионов рублей задолжали своим сотрудникам кировские работодатели. По данным Кировстата, на 1 декабря в Кировской области насчитывалось почти 4 тысячи человек, которым работодатели вовремя не выдали зарплату. По сравнению с прошлым месяцем, сумма совокупного долга уменьшилась на 5 миллионов рублей. 17 тысяч рублей составила среднемесячная зарплата в Кировской области в октябре. В сравнении с сентябрем, одна выросла на 800 рублей. Курс валют по данным Центрального банка на 13 декабря. Доллар потерял 13 копеек и стоит он сегодня 30 рублей 60 копеек. Курс евро вырос на 10 копеек. Европейская валюта сегодня 40 рублей 6 копеек. Светлана Удельная, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова